Всем привет, вы на канале Время Жить, меня зовут Андрей. Если вы смотрели предыдущее видео, то вы уже в курсе, что я готовлюсь к такой серьезной, масштабной поездке по Вьетнаму. Но если не смотрели, то рекомендую сначала посмотреть то видео вот здесь вот сверху по аннотации, можете перейти. Ну а сегодня у меня такая небольшая разминка, разведка что ли, проверка боем. У меня новый шлем, новый байк, ну как новый, другой. Все-таки Атилла, к сожалению, как бы я ее не любил, к сожалению, все-таки она, ну не вывезла бы такое, потому что в гору уже тяжеловато ей все-таки. Но все это дело я решил проверить в такой небольшой поездке в город Фанранг, находится он в 110 километрах от Ничанга. Вообще, если честно, по вьетнамским дорогам не очень комфортно рулить одной рукой, поэтому давайте, у меня на новом шлеме уже приклеена площадка для камеры, поэтому давайте, чтобы и мне было комфортнее рулить, и чтобы вам было понятно, чего я так боюсь и опасаюсь, чтобы вы смотрели тоже вместе со мной вперед. Я прикреплю вас на шлем и продолжу. Ну что ж, выглядеть это будет примерно вот так вот. Я надеюсь, меня слышно. Ну, как я и сказал, это такая проверка боем. Проверка для байка, для меня и для вот этой вот системы. Не то, чтобы я планировал много записывать именно разговора прямо на ходу, вот как сейчас это происходит, но просто проверить, насколько будет хорошо меня слышно, я все-таки хочу. Поэтому начнем это видео прямо вот так вот. Все мне респектуют. Но я выгляжу, конечно, очень странно. То есть у меня этот шлем как бы большой, да, что не свойственно для Вьетнама. Но в Вьетнаме любят вот эти вот такие касочки небольшие. Так я еще как телепузик с этой антенной, ну, с этой камерой на шлеме, поэтому выгляжу очень забавно. Ну, есть как есть, главное, что снимаем, остальное все от людей, все как бы, неважно. Первая небольшая остановочка такая, чисто воды попить. С погодой, конечно, пока везет. То есть вот такая вот пелена, дымка висит, но дождей нету. Конечно, блин, мне бы вот успеть бы, было бы хорошо. Но вроде как до 11, до 11 дождей быть не должно. Блин, сейчас 10-20. Остальное нормально. Байк бодрячком. 80 для него прям вообще не напряг, он и больше поедет вроде как бы. На дороге стоит хорошо. Ну, это Yamaha Nova, если кому-то это о чем-то говорит. Я, наверное, чуть позже подробнее расскажу. Мне нравится, нравится. Ну, как говорится, первые там 50 километров легко. Потом вторые 50 километров уже не так весело. Но ничего, посмотрим. Я кайфую. Это же все-таки такой демо-версия того, к чему я иду. То есть поездки по Вьетнаму. Поэтому сейчас я наслаждаюсь. Доехал. Пока ничего не понятно. Город как город. Пляж мертвее, мертвого. Ну, хотя, что, сейчас. Я, кстати, да, 11.44. Не приехал я, как предполагал. Но это не столь важно. Мне нравится, мне нравится, когда вот масштаб чувствуется. И вот здесь вот он действительно есть. В других, кстати, городах, там, даже в том же Хашиминии, Вьничанге, Вьничанге на особенности. Вот чего-то такого грандиозного или именно большого, большого такого поля открытого просто нету. Ну, я имею в виду не рисовое поле, а поле такого целевого назначения. То есть, я так понимаю, здесь какие-то парады проходят, памятник героям. Сейчас выскажу свое предположение, но я думаю, что так и есть. Буквально совсем недавно умер президент Вьетнама. И, как вы можете видеть, флаг, он не развивается. Он как-то перевязан черной такой лентой. И, ну, вот просто так вот висит. Видимо, это, ну, национальный траур. Я, к сожалению, не настолько хорошо знаком с вьетнамскими новостями, чтобы там послушать их по телевизору и перевести. Просто вот знаю, что президент умер. И, ну, вот это очень похоже на траур. Ну, изначально я сюда ехал показать как раз вот этот вот масштаб. Выглядит очень солидно. Для такого города, который в остальном ничего особенного из себя не представляет, вот мне эта площадь очень нравится. Так вот, субъективно. Да, да. Едем дальше. Фанранк продолжает удивлять. Нашел тут кафешку в переулочке, взял рис. И что необычно, и чего я никогда не видел, это чтобы к рису дали тарелку салата, зелень обычной. Сервис, кстати, классный. Стоит 17 тысяч. Приехал на Пагоду, несмотря на то, что сейчас, ну, практически полдень. Ветер так, свежо, немного облачно, поэтому совершенно не жарко. Пагода находится на горе. Я, наверное, для тех, кто если вдруг окажется в Фанранге, оставлю координаты. Вид отсюда классный. И это еще как бы половина горы. То есть, докуда можно подняться на байке. Сейчас я пойду выше, и оттуда вид откроется на 360. Знаете, что-то в этом городе есть. Это очень сложно объяснить. То ли я вот только, то, что я там из России приехал, там три месяца меня не было, и вот я тут практически сразу поехал в другой город. И вот, может быть, сейчас у меня такие впечатления. Но мне здесь очень понравилось. До этого я заезжал на рынок, я там ничего не снимал. Но даже рынок выглядел как-то очень так цивильно, облагороженно. Пахло там, в принципе, очень даже нормально. Мне нравится этот город. Если вдруг вы будете проездом, ну, заскочите. Любят же буддисты строить свои пагоды на горах. Конечно, подъем напрягает, но оно того стоит, потому что там наверху тихо, красиво, всегда красиво. Ну, вот они как будто бы знают в этом толк, и мы можем к этому прикоснуться, всего лишь оставив там несколько десятков миллиграмм жидкости по дороге. Тут столько ответвлений интересных. Пробираясь кверху, я нашел еще одно место. Здесь очень похоже, что реально живет монах. Совсем маленькое такое помещение, опять же, сделанное в естественной полости между камнями. Очень круто, очень-очень круто. Я все-таки прорвался. И в итоге вот такой вид открывает. И вон туда тоже можно подняться. Это место стоит посещения. Я... Теперь я убежден точно. Я сейчас как бы не больше не про город, а вот про эту гору. Реально стоит сюда попасть. Так что будете проезжать мимо, залезьте. Здесь просто камни такие огромные. Куча мест, где можно там затусить. Вот единственное, воды я не взял, поэтому... Там мужики стройку строят на мой домик. Я, наверное, там воды потом стрельнул. А так надо сюда брать еду, воду, реально забуряться. Здесь есть такие площадочки. Ну, вроде вот такое вот. Или вот просто места, где можно сесть и порелаксировать. Посозерцать, помедитировать, кто во что гораст. Мы и без языка друг друга поймем. Ну, тут вот я говорю, мужики строят новое здание, так скажем. И вот у них есть водичка, я стрельнул. Жизнь налаживается. Гора вокруг пагоды усеяна вот такими вот кактусами. Достаточно. А, что-то опасно, вон их сколько. Кто-то решил похоронить свою черепашку на горе с пагодой. Локти лучше... Ай, не раскидывать. Я уже из тапка вытащил несколько иголок. Тапок насквозь прошила иглой от кактуса. Впился мне в ногу. Надо быть предельно внимательным. Новый день. И сегодня я решил воспользоваться старым проверенным методом. Это я просто ткнул на карту, ну, понравившееся мне вроде как со спутника место. И поехал сюда. Это место находится в 15 километрах от Фанранга. На въезде сюда стоит надпись «Охраняемая военная территория». Но я не нашел пока ничего, чтобы они здесь охраняли. Место, вот если туда смотреть, очень похоже на Бали. Единственное, если все вот эти камни покрасить из такого землисто-коричнево-серого цвета в черный, луканический, то реально можно сказать, что я на Бали снова. Я поехал сюда, предположив, что здесь можно будет покупаться. Но очень сильные волны, хотя вода действительно очень чистая. Пока гуляю, еще что-нибудь еще интересное. Здесь очень необычная растительность. Помимо вот этих вот камней, которыми усеяно все вот так вот, здесь растут деревья и кустарники, и они хвойные. На брелна такой вот полуразрушенный храмик. Ну, даже что-то есть. В принципе, даже выглядит вполне себе цивильно. Кто-то за ним следит, но необычно. Какие-то вот повязки такого вьетнамской обычной культуры нету. Может, какая-то малая народность, и поэтому это все охраняется. Вот здесь могло бы быть место для купания. Такая небольшая заводь. Волны особо нету. Но мужики ловят рыбу. Я не то чтобы парюсь над тем, что я буду мешать им рыбу ловить, а над тем, что они меня на крючок могут насадить. Хвойная растительность. Под ногами вот. Под ногами мусор. И иглы. Ну, хвойные, да? И буквально тут же рядышком кактусы. Уже знакомые. Ситуация насчет охраняемой военной территории начинает проясняться, учитывая наличие вот этих окопов. Я так понимаю, что здесь у них проходят какие-то учения. В данный момент здесь никого нету, но в какой-то момент наверняка сюда приезжает очень много военных, все перекрывают. По дороге тут проезжают целые плантации по выращиванию красного. И, возможно, зеленого перца. Хотя зеленый. Да, зеленый, пожалуй, это недозревший красный. Огромная плантация. Еду обратно в Ничанг. Выбрал более живописный маршрут. То есть, если изначально я ехал по самому кратчайшему пути, ну, по трассе, грубо говоря, то сейчас я выбрал дорогу вдоль моря. Первая у меня такая остановка. Вот в такой вот бухте. Как я понял, называется на Виньху. Выглядит очень эффектно. Такая спокойная, тихая бухта. Я почти доехал. Что могу сказать? Конечно, по жаре ехать значительно тяжелее. Хоть я и проехал, ну, практически столько же, сколько и в ту сторону. Но тогда я ехал по пасмурной погоде. И было, конечно же, легче. Сейчас я могу сказать, что да, подустал. Но ничего, проверил себя, байк. На этом у нас все. Хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. Делитесь этим видео со своими друзьями. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok